Поговорим о современном лекарственном лечении метастатического уротелиального рака. Вы все хорошо знаете, что на сегодняшний день современная иммунотерапия, ингибиторы контрольных точек уже прочно вошли в лечение многих онкологических заболеваний, в том числе и уротелиального рака. Их все можно разделить на две большие группы. Это ингибиторы рецептора программируемой смерти, PD-1, и ингибиторы леганда к этому рецептору, PD-L1. Невлумаб, пемброзумаб относятся к ингибиторам PD-1, а тезолизумаб, например, относятся к ингибиторам рецепторов PD-L1. Но надо помнить, что у рецептора программируемой смерти есть два леганда, PD-L1 и PD-L2. И если мы прерываем взаимодействие рецептора с легандом на уровне блокирования рецептора PD-1, то мы одновременно блокируем его взаимодействие с двумя легандами. Почему это важно? Это важно, потому что препараты этих двух групп отличаются частотой развития побочных эффектов, а именно аутоиммунных реакций за счет того, что полная блокада взаимодействия рецептора PD-1 с двумя легандами приводит к большему числу побочных эффектов с одной стороны. И с другой стороны, прайминг представления дендритными клетками опухолевых антигенов Т-лимфоцитом также снижается за счет того, что коактивация Т-лимфоцитов молекулами B7 не происходит при блокировании ингибиторами PD-1 по сравнению с ингибиторами PD-L1. В этом отношении отезолизумаб, который является ингибитором именно PD-L1, имеет преимущество. Итак, начнем со второй линии терапии. Почему со второй линии терапии? Потому что в первой линии терапии, если пациент может получать цитотоксическую химиотерапию, адекватную с препаратами платина, а именно цисплатина конкретнее, то стандартом является назначение цитотоксической химиотерапии. Поэтому начнем со второй линии, где стандартом является назначение иммуноонкологических препаратов. Я хочу начать с исследования САУЛ, которое является исследованием третьей B-фазы, и в отличие от регистрационного исследования, включала в себя группу пациентов, максимально приближенную к реальной клинической практике. Если вы посмотрите на критерии включения, то включались пациенты с неизмеряемыми очагами, пациенты со статусом ЭКОК даже 2, с прогрессированием предшествующей терапии не на основе платины, с клиросом креатинина очень низким, до 15 мл в минуту, даже с метастазами в головной мозг. Разрешалось также включать пациентов с аутоиммунными заболеваниями, которые формально являлись противопоказанием к назначению иммуно-онкологических препаратов. И также пациентам, которым проводился гемодиализ. Таким образом, это исследование было максимально приближено к реальной клинической практике. Атезолизумаб или Т-центрик назначался в стандартной дозировке 1200 мг внутрименно 1 раз в 3 недели, до утраты клинической эффективности, развития токсичности или решения пациента или исследователя поменять лечение. В исследовании было включено более 1000 пациентов, то есть это полноценное большое исследование с достоверными статистическими результатами. Если мы посмотрим на общую популяцию пациентов, то были получены довольно неплохие результаты. Видите, что медиана общей выживаемости 8,7 месяцев и годичная выживаемость 41%. Но если посмотреть, выбрать из этой популяции пациентов тех пациентов, которые были в регистрационном исследовании, МВИГР-211, где более прогностически благоприятная группа пациентов, то, соответственно, сразу же мы видим и улучшение результатов. Общая выживаемость 10 месяцев во второй линии терапии и 46% годичная общая выживаемость. То есть 46% больных живут более года с охранной популяцией в реальной клинической практике при назначении отезолизумаба во второй линии терапии. Важно, что более 50% пациентов, которые ответили на отезолизумаб, сохраняли очень длительно этот ответ. И медиана продолжительности ответа не достигнута. То есть большинство больных продолжает отвечать на лечение. Наиболее распространенные нежелательные явления включали астению, усталость. И если мы посмотрим на степень тяжести нежелательных явлений, то, в общем-то, минимальные побочные эффекты, связанные с лечением нежелательного явления пятой степени, а именно смертельный исход, 0,7%. Вы видите, два случая дыхательной недостаточности, то есть пневмонита аутоиммунного, по одному случаю колита, перфорация кишечника и хронической болезни почек и токсический гепатит. Вот те серьезные нежелательные явления, с которыми столкнулись при лечении более тысячи пациентов. 0,7%. Наиболее распространенные связанные с лечением нежелательные явления третьей и высшей степени включали усталость, астению, калит, гипертонию, каждый по одному проценту. Таким образом, отезолизумаб является переносимым и эффективным препаратом для лечения даже в популяции, как я сказал, максимально приближенной к жизни в исследовании САУ. САУ дает хорошую общую выживаемость второй линии терапии. 10 месяцев – это очень хорошие результаты. 8,7 месяцев – это в общей популяции. 10 месяцев у пациентов, приближенных к популяции, исследования МВАЙГР. И профиль безопасности препарата, конечно, позволяет назначать его очень разным пациентам, в том числе пожилым пациентам, пациентам с почечной недостаточностью. И схема введения препарата, довольно редкие введения, один раз в три месяца, также довольно удобна. Надо сказать, что с 2019 года препарат включен в перечень ЖНВЛП и может бесплатно назначаться пациентам. И все же о первой линии уротелиального рака. Когда я сказал, что стандартом по-прежнему является назначение цитотоксической химиотерапии, необходимо сказать, что проведение цитотоксической химиотерапии с применением цисплотина возможно менее чем 50% пациентов. Из-за снижения функций почек, из-за наличия таких сопутствующих заболеваний, как сердечная недостаточность, периферическая нейропатия, у пациентов с потерей слуха цисплотин противопоказан, и пациенты со статусом ЭКОК больше единицы также не являются кандидатами. Если мы заменяем цисплотин на карбоплотин, мы получаем вот такие вот печальные результаты общей выживаемости. Напомню, это первая линия. У нас во второй линии от ЭЗЛИЗУМАП обеспечивал нам общую выживаемость 10 месяцев, а здесь вы видите в первой линии 8 месяцев общая выживаемость. Поэтому заменять цисплотин на карбоплотин – дело неблагодарное, мало что дает. Давайте посмотрим, что же дает от ЭЗЛИЗУМАП в первой линии терапии у пациентов, которые или не подходят для терапии с цисплотином, или спрогрессировали после терапии с цисплотином. В стандартном режиме от ЭЗЛИЗУМАП назначался 1200 мг в один раз в три недели. У пациентов со статусом PDL высоким, видите, индекс 2-3, полные ответы, полное исчезновение проявлений опухолевого процесса у 13% и у 28% был отмечен объективный ответ частичный. Медианное наблюдение 29 месяцев. Пациенты, ответившие терапию, включают пациентов с неблагоприятными прогностическими факторами, а также поджилых пациентов старше 80 лет. Контроль над заболеванием более 24 недель был получен у 34% больных, включенных в исследование, при этом у 13% был получен полный ответ, у 15% частичный и стабилизация у 6% пациентов. У 67 пациентов, которые ответили на терапию, сохраняется эффект от проводимого лечения при медиане наблюдения почти что 30 месяцев. У пациентов старше 75 лет, у нас часто такие бывают пациенты, которые приходят, им нельзя проводить цитотоксическую химиотерапию, лучевые терапевты отказываются проводить им, если это местно распространенный рак, лучевую терапию. Встает вопрос, что с ними делать, с этими пациентами, если посмотреть на эти данные, то у пациентов старше 75 лет наблюдалась частота объективного ответа выше, чем в общей популяции. Достигала 50%. Медиана выживаемости не была достигнута при сроке наблюдения 29 месяцев, и 80% больных продолжают получать пользу от лечения пациента старше 75 лет с высокой экспрессией PD-L1. Если посмотреть на нежелательные явления и сравнить их с нежелательными явлениями, которые мы получаем при применении ингибиторов PD-1, таких как, например, пембра или зумаб, то мы видим, что риск развития нежелательных явлений третьей высшей степени на терапии ингибиторами PD-L1 на 58% ниже, чем при использовании ингибиторов PD-1, что, на мой взгляд, тоже крайне важно, особенно в популяции пожилых пациентов. Таким образом, медиана длительности ответа в первой линии терапии при невозможности лечения циспластином очень высоко, еще до сих пор не достигнуто при периоде наблюдения 30 месяцев. Атезлезумаб обеспечивает контроль над заболеванием больше 24 недель в 34% случаев. У 67% пациентов, которые дали ответ на лечение, сохраняется этот ответ. Профиль безопасности очень выгодно отличается от ингибиторов PD-1. Препарат имеет простую и удобную для врача и пациента схему введения. Одна доза раз в три недели. Риск развития нежелательных явлений третьей высшей степени на терапии ингибиторами PD-1 на 58% выше, чем при использовании атезлезумаба, что говорит о его большой, высокой безопасности. И препарат включен в перечень ЖНВЛП в том числе и для первой линии терапии у пациентов, которые не могут получать цитотоксическую химиотерапию. Ну, если посмотреть показания к применению на сегодняшний день, к атезлезумабу это первая линия терапии местно распространенного или метастатического ртулиального рака при невозможности использования цисплотина и наличии экспрессии PD-1 более 5%. Это ограничение внесло FDA, EMEA и Минздрав. Мы должны в первой линии терапии определять экспрессию PD-1. Первая линия терапии местно распространенного метастатического рака при невозможности проведения любой платина, содержащей терапии, независимо от экспрессии. В данном случае мы можем уже экспрессию не определять, если мы не можем ни карба, ни цисплотин использовать. И во второй линии терапии нам не нужно определять экспрессию PD-1, мы можем смело назначать атезлезумаб. Прогрессия в течение 12 месяцев после неадьювантной или адьювантной химиотерапии, независимо от уровня экспрессии PD-1, также является показанием к назначению атезлезумаба. Я хочу сказать, что у нас есть довольно серьезный опыт применения атезлезумаба у пожилых пациентов, которым практически ничего нельзя назначить. И это как раз та категория больных, у кого мы можем смело назначать атезлезумаб с минимальным риском развития нежелательных явлений и с высоким шансом получить хороший ответ на лечение и серьезно продлить жизнь этим больным. Спасибо.